Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии недели. Собственно, продолжаем разбирать новостной фонд, события, фундамент и наиболее интересные движения, которые наблюдаются на финансовых рынках, окватывают валютные инструменты, рынок Форекс, рынок сырья, производных активов. Ну и если есть что-то интересное, обычно обращаем внимание еще и на крипту. Текущая неделя. Я надеюсь, что, может быть, в понедельник кто-то и не заглядывал на перспективу ближайших дней и не оценивал общий фундамент целиком. Сейчас вы это уже сделали, поскольку я вчера постарался сделать акцент на самые важные события. И действительно, факт их наличия сейчас на повестке позволяет нам оставаться крайне заинтересованными в трейдинге именно сейчас, потому что мы ждем серьезную волатильность, мы ждем интересные движения. И если наш с вами прогноз, который касается перспективы того же самого доллара и слабости рисковых активов, и слабости нефти отработают себя на этой неделе, мы сможем получить хороший профит. Собственно, друзья, впереди у нас заседание американского регулятора. Оно уже завтра, сегодня, точнее, стартует. Это двухдневное заседание, завтра будут подведены итоги и фактически принято решение о процентной оставке. Но прежде чем переключиться на ФРС, у нас не менее интересной является британская валюта. Мы сегодня о ней также поговорим. Кстати, сегодня тоже на повестке очень важный риз по этому инструменту. Это индекс потребительских цен, завтра у нас рынок труда по Англии. И это статистика, которая готовит нас постепенно к той риторике, которая может быть озвучена Банком Англии уже в предстоящей четверг. А также сделаем акценты на этот инструмент. Ну, давайте тогда, чтобы сохранить преемственность и держаться в рамках того сценария, который уже, скажем, закрепился за нашими брифингами, начнем с нефтянки, которая пока что на стороне покупателей и, может быть, даже кого-то вдохновляет на то, чтобы присоединиться к тому восходящему движению, которое сейчас развивается. 66.13 закрытие прошлого дня, 66.60 актуальные котировки на текущий момент, то есть к 9.30 по московскому времени. Ну, может быть, там небольшая погрешность непосредственно в котировках, поэтому все-таки время уже немного прошло. Но это не суться важно. Самое главное, мы обозначили положительную тенденцию, которая пока что действительно актуальна для нефтянки, для Brent и для WTI. Причины. Это важно их сейчас понять. Я думаю, что речь идет об эскалации и о политической напряженности. Мы сейчас об этом, безусловно, поговорим. И речь идет еще об отголосках, прогнозах Международного энергетического агентства по роту спроса на нефть на этот год. Это, собственно, прогноз, который был опубликован еще в ходе торговой сессии пятницы. Но в пятницу у нас как раз пошел рост. Возможно, рынок еще выдушевлен этими данными. В соответствии с прогнозом ожидается то, что спрос на нефть повысится на полтора миллиона до конца 2018 года. И оптимисты, конечно же, закладываются сразу под эту цифру, считая то, что такого прироста будет более чем достаточно, чтобы нейтрализовать все последствия еще большей активности американских сланцевых производителей. Это, да, как идея, которая обсуждается на рынке. Я рекомендую вам не стараться ее отработать, отыграть, потому что оценка того роста производства нефти, который будет наблюдаться в Штатах, позволит, думаю, гораздо четче все-таки осознать то, что нефть будет добыта и произведено больше, чем предполагаемый спрос. А если что-то пойдет не так в плане бодрости всей мировой экономики, аппетиты окажутся более скромными, и Международное агентство пересмотрит прогноз с понижением, тогда станет совершенно очевидно, что Штаты остаются на рынке ключевым игроком. Что касается... ...второго фактора поддержки, это геополитические риски. Здесь можно, скажем, зайти с разных сторон. Это и сохраняющийся перебой поставок в Венесуэлы, это еще и конфликт, который усиливается, но я бы не стал говорить прям железобетонно об этом, это лишь рассуждения, выводы, которые могут быть основаны на информации, не подтвержденной на рынке о том, что Саудовская Аравия готова вернуться к разработке программы ядерного вооружения, в том случае, если Иран будет по-прежнему поддерживать такую инициативу. Кто-то читает то, что ближневосточные риски, они сопряжены еще и с решением Трампа. По кадровой чистке, вот отставка с поста госсекретаря Рекса Тиллерсена для кого-то является сигналом того, что Трамп продолжает вынашивать инициативу применения финансо-экономических санкций в адрес Ирана. Если эти санкции будут приняты, соответственно, мы будем говорить о снова существенно недостающих объемах поставок со стороны данного ближневосточного региона, учитывая то, что на Иран приходятся большие объемы по добыче, это может обозначить риски даже и дефицита. Я, друзья, эти идеи не очень-то поддерживаю, потому что совсем такие вероятностные рассуждения, санкции, скажем, срыв поставок – это все риски, которые вряд ли будут даже реализованы. Все-таки Трамп при, может быть, зачастую абсурдности тех решений, которые принимают, сейчас вряд ли будет касаться ближневосточных дел и проявлять активность санкционного в адреса Ирана. Сейчас он будет разбираться с этими импортами пошлины, поэтому я считаю, что мы можем, как и раньше, сфокусироваться сейчас на американских производителей и утверждать обновленный блок статистики. Собственно, не забывайте про Baker Hughes, прирост у нас количества терминалов, и классический – это индикатор сохраняющейся высокой активности производителей. Мы ждем, друзья, уже завтра данные от администрации энергетической информации при сохранении тенденции роста запасов нефти и уменьшении объемов нефтепроизводства. Я думаю, что продавцы очень быстро снова активизируются и вернут, как минимум, бренд в район снова 65. Не будем каркать о том, что появится хороший повод для того, чтобы резко продавить литератург 1,65, но думаю, что далеко от этого уровня мы не уйдем. И будем, видимо, ожидать более весомого триггера для движения. Возможно, этим триггером все-таки станут первые прецеденты выхода из энергетического факта со стороны ряда ближневосточных стран. Мы говорили, что, возможно, этот прецедент может быть, значит, даже со стороны Ирана. Российская валюта 5,772. Даже на фоне небольшого восстановительного отката о цен на нефть мы видим то, что рубль остается под прессом. И котировки практически добрались и 58 рублей за доллар в ходе минувшей торговой сези. Сейчас немного отступили. Вы понимаете, что при преодолении поддержки бренда 65, то есть ослаблении на пару процентов, рубль закрепится гораздо выше 58, и там уже рукой останется до нашей с вами цели 60. Надеюсь, что вы покупали, когда я рекомендовал эту валютную пару, и сейчас продолжаете ориентироваться на те уровни, которых мы ждем. Доллар японская иена здесь в целом можно говорить, наверное, преимущественным образом про американскую валюту, которая, безусловно, на этой неделе остается, возможно, даже центровым инструментом рынка Форекса, поскольку день до итогов заседания американского регулятора, и трейдеры настраиваются на волатильность американца в преддверии, опять же, решений по процентным ставкам. Чем мы сейчас руководствуемся? Я думаю, что мы правильно делаем. Тут осылаемся на последние комментарии Джерома Павла, который возглавляет американский регулятор, о том, что политика АПРС будет полностью соотноситься с публикуемыми макроэкономическими данными. В минувшую пятницу вышла статистика, которая снова реанимировала, скажем, оживила рост доходности прежевиз, десятилеток, двухлетних бумаг. Двухлетние вообще сейчас бьют рекорды за десятилетия. Это в прямом смысле действительно так. Десятилетки пока немного восстанавливаются, темпы, правда, не такие бодрые, как хотелось бы увидеть, но при, опять же, решении Фореса по остаткам, возможно, мы наверстаем те потерянные уровни вместе с десятилетними абблигациями, снова приблизимся к отметке в 3% по доходности. Статистика, как вы помните, это промышленное производство. Мы там еще и проанализировали инвестиции в основной капитал, которые являются отражением работы налоговой реформы, стимулирующей экономическое восстановление. Да и плюс ко всему еще и мичиганский индекс доверия потребителей. Это очень важно, поскольку мы сейчас говорим не об оптимизме корпоративного сектора, а делаем ставку на потребительное домохозяйство, которые и через свою активность являются основным катализатором восстановления. Потребители домохозяйства сейчас по этим настроениям находятся на подъеме, и это максимальный уровень, как я отмечал, там за последние 13-14 лет. Ну, может быть, кто-то из вас посмотрел точнее, и есть более такие точные данные. Но сам факт того, что здесь очень длительный прецедент, это также очевидно. Поскольку мы говорим про активные отчеты, значит, мы фактически можем делать акцент на то, что на фоне такой статистики уверенность представителей ВРС в перспективах роста, она только казалась подстегнутой, то есть эта уверенность повысилась, и разве это не причина, которой можно оправдать повышение ставок уже, собственно, завтра? Я считаю, что это более чем причина. Мы ждем разгон ставок на 25 базисных пунктов. Возможно, собственно, повышение ставок уже заложено в курс доллара. Но, с другой стороны, нас больше даже интересует не сам факт принятия решения по ставке, нас интересует больше комментарий представителей ВРС о том, насколько еще аналогичных шагов мы можем ориентироваться до конца этого года. Если пораскользнет цифра 4, то этого будет достаточно, чтобы позволить доллару вырасти, и, скорее всего, этот рост будет выражен в основном против рисковых инструментов. Но вот, глядя на динамику пары доллара японской иенка, пока что на рынке нету принятого решения Трампом о вводе новых импортных пошлин и тарифов. Рынок держит про запас возможности ухода в защиту. И сейчас отыгрывает логичным образом хорошую статистику и ожидания. То есть мы видим рост доллара даже против японской валюты. Но здесь, имейте в виду, риск актуален. И если все-таки Трамп примет решение по импортным тарифам в отношении Китая до конца этой недели, доллар и японская иена очень быстро окажутся в район 105-7, ровно, может быть, даже еще ниже. Европейская валюта вчера выросла, но этот рост сопряжен с тем бычьим ралли, которое произошло в британцах. Поэтому про позитивные факторы мы поговорим, когда переключимся на пару фунтов доллар и обрисовывая, почему он британец показал такую восстановительную динамику. Но я все-таки хочу отметить, что помимо роста такого синхронного с фунтом, который показала европейская валюта, вчера был довольно такой неутешительный отсчет. Я думаю, что если накапливать статистику, сопоставлять ее с курсом, становится очевидно, что евро системно должна стоить как валюта меньше, потому что текущие котировки создают риск для экономики. Вот профицит торгового баланса, который вышел вчера, профицит торгового баланса в отношении экспорта и импорта сократился с 23 с небольшим миллиардов евро до 19,9, то есть фактически на 10%. И если мы будем оценивать отдельные экспорты импорта, импорт действительно вырос больше, чем на 1%, а экспорт просел. А просадка экспорта это и есть следствие того, что потребители, точнее, национальные производители очень вяло адаптируются к высокому обмену курсов евро. И высокая, дорогая валюта, она создает риски для конкурентоспособности. Это вроде бы такая совсем уж приближенная исключительно к экономической теории формулировка, но я бы согласился с этим, если бы не статистика, которая реально доказывает то, что дорогая валюта для еврозоны крайне не выгодна. И я думаю, что эти цифры, возможно, кого-то также смогли убедить в этом. Что касается фунта, фунт, безусловно, тоже не менее интересный инструмент на этой неделе, нежели чем американская валюта. Сегодня, кстати, буквально через 2,5 часа нас ждут данные по инфляции потребительских цен в Англии. Это крайне важный ретир для Банка Англии по процентным ставкам, точно такой же, как и для ФРС, то есть национальной ТПР. Что касается данных по инфляции в рамках Англии, у нас, безусловно, ожидание того, что инфляция останется по-прежнему на крайне высоких значениях. И я бы все-таки сегодня предположил, что, как и в прошлый раз, мы будем работать с цифрой около 3%. И если статистика подтвердит то, что по итогам прошлого месяца инфляция осталась на текущем уровне, это вернет на рынок спекуляции о слезообразности повышения процентной ставки и позволит нам еще активнее покупать британскую валюту. Это первая причина, почему фунт может расти, тем более, что впереди в четверг заседание Банка Англии и достаточно лишь комментариев нефактического решения, а допущения того, что ставки могут быть повышены до конца этого года. Это приведет к еще большему росту фунта. Статистика, фундамент, макроэкономические данные – это одна причина покупки британца. Есть еще и политика и переговоры по поводу Brexit и конкретика относительно переходного соглашения по Brexit для Англии. Мы ждали, что, скорее всего, это соглашение будет достигнуто, и мы узнаем о нем только, когда начнется саммит непосредственно ЕС. В конце этой недели не большой двадцатки саммит ЕС, это снова я делаю ремарку, чтобы вы не путали. Для фунта более интересные перспективы именно о саммите, который состоится в конце этой недели. Но вчера, насколько вы могли уже заметить по росту британца, мы получили раньше эти новости, мы настраивались на то, что позитив будет. И действительно удалось достигнуть переходное соглашение, как договоренность, к которой стремились обе стороны вот этого переговороческого процесса, и Англия, и Европейский Союз, все-таки принято. И что это значит? Это значит то, что двухлетний, кстати, переходный период, то есть до декабря 2020 года, это значит то, что до декабря 2020 года можно сказать, что формально Англия не является членом Европейского Союза из-за состоявшегося Brexit. Но с учетом всех договоренностей, которые действовали ранее по-прежнему, Англия будет доступен в единый европейский рынок, и все выгоды и преференции связаны с таможенным союзом. Это хорошая новость для британца, то есть фактически Англия выиграла два года, которые она потратит на то, чтобы разрабатывать всевозможные сценарии и перестроить инфраструктуру, скажем, сделать ее более независимой от Европейского Союза, ну тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому соглашение достигнуто, я думаю, что будут еще какие-то конкретные моменты, но важно здесь отметить то, что переговорщики донесли сейчас это до Европейского Союза, вот до понужной договоренности, о них мы узнаем только в конце этой недели, поскольку Европейский Союза, собственно, по этому документу может и отчитаться. Значит, те, кто покупал фунт, мы для них еще можем торговать на том, что потенциал до конца не исчерпан роста и по-прежнему сохранят длинные позиции по британской валюте. Сейчас котировки 1,4031, вы видели даже практически на уровне 1,41, там 1,4080 максимум. Но я думаю, что при развитии сценария в полном формате положительного для британца, то есть намеков на повышение процентной ставки и готовности сторон этого переговорческого процесса и дальше работать над документом, который устроил бы всех, этого будет достаточно, чтобы отправить пару фунт-долларов даже выше отметки 1,43. То есть цели очень высокие, но мы заслужили, чтобы фунт забрался высоко, поэтому давайте покупать фунт, как и раньше. Европейская валюта, поскольку одной из сторон этого переговорческого процесса, собственно, там Европейский Союз, понятно, что и достижение соглашения о переходном браке оказалось в положительном влиянии на курсы евро, мы это вчера видели. Но в отношении фунта, который может продолжить свое восстановительное движение, евро, скорее всего, находится сейчас на своих пиковых значениях. И при позитивной динамике доллара европейская валюта просядет гораздо сильнее, чем потенциально может просесть фунт. Обстралиец против доллара сейчас котировки 0,77, по Новозеландцу, кстати, что же, поскольку уходят они в связки, эти инструменты, 0,72, 19. Сравнивая с котировками на прошлом брифинге, особо далеко пары не ушли. По австралийцу вышли протоколы буквально несколько часов назад, как мы и ожидали, эти протоколы подтвердили то, что высокий обменный курс экономики не нужен. Поэтому работаем с контрастом монетарных политик, работаем с продолжающимся протоколизмом США. Австралия – это сырьевая экономика. И, конечно же, любые решения, которые будут касаться импорта на различные товарные сырьев, прежде всего будут быть по сырьевым странам, таким как Австралия. Не забывайте также еще и про влияние текущих цен на основные экспортные ресурсы. Кстати, железная руда мы давно не разбирали. Я вчера обратил внимание на динамику. С начала этого года исключительно снижаемся мы по стоимости этого инструмента и потеряли уже больше 15%. Я думаю, что нисходящий тренд будет продолжен. И чем больше сейчас она просядет, тем уже придется австралийцу. По данному дуэту активов, то есть пара австралийцев против доллара, цели 0.75, я думаю, что до них доберемся. А по новозеландцу уровень 0.70 тоже сопоставим примерно снижение порядка двух фигур. Картина довольно схожая, правда, здесь совершенно другие экспортные ресурсы, но тоже со своими проблемами. В частности, основной акцент по новозеландцу, который мы тоже сейчас должны сделать, это важность сохранения мягкой экономической политики. Это было подтверждено Резервным банком Новой Зеландии. И на этом фоне весьма актуальной тоже является идея торговли на контрасте политик, потому что ФРС уже завтра снова поднимет процентную ставку. Доллар канадец отступил от максимумов, которые были достигнуты еще в конце прошлой недели. Сейчас котировки 1.3078, но недалеко ушли. Я рекомендую по-прежнему ориентироваться на то, чтобы добраться до сопротивления 1.33-1.35, высокие ценовые значения, ну и фундамент, собственно, соответствующий. Основным катализатором для канадца может стать рост доллара и снижение цен на нефть. И под конец недели мы ждем еще статистику по инфляции. Надеюсь, что эта статистика снова в случае снижения позволит нам говорить о несколько преждевременных ожиданиях рынка, того, что Банк Канады может смелиться на еще один шаг до конца этого года по росту процентных ставок. Ну и пару слов про индекс S&P, который развивает нисходящую динамику. Сейчас котировки находятся на отметке 2.723. Я, может быть, и заблуждаюсь, но все равно вижу, что этот индекс имеет хороший потенциал, чтобы просесть даже в район 2.5 тысяч пунктов. Потому что все негативные факторы у нас остаются. Это политика Трампа, которая с некоторых пор оценивается исключительно, как уже сказал, защитная для национальных производителей, но протекционистская для всей мировой экономики. Это и решение по росту банковских процентных ставок, что является не менее важным и влиятельным негативным фактором. То есть американский фондовый рынок уже несколько недель назад активно валился на этом фундаменте. Но сейчас мы уже непосредственно в преддверии решения ФРС и того события, которое может актуализировать все эти риски. Рекомендую сохранять короткие позиции. Сегодня в 12.30 данные по инфляции. В Канаде о них мы уже, точнее в Англии поговорили. В 13.00 индекс АЗИУ бизнес-оптимизма в Германии. Не думаю, что он придет к каким-то интересным движениям по евро. И в 23.30 статистика от американской власти нефти по запасам. Думаю, что в очередной раз запасы будут увеличены. И хотелось бы, чтобы в связи с этим трейдеры логично отыграли прирост через слабость нефтянки. Об этом поговорим уже за центром внимания. Пока остается пункт и американская валюта. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.